О том, что Александр, оказывается, хранит у себя дома охотничье ружье, он узнал случайно. Вскоре, увидев новость в интернете о государственной программе профилактики правонарушений, сразу же решил сдать оружие. Ведь за незаконное хранение предусматривается уголовная ответственность. Но за сдачу на добровольной основе мало того, что к ответственности не привлекут, так еще и дадут денежное вознаграждение. Месяц назад я приобрел себе домик, ну и стал барахол оттуда разбирать, и обнаружил вот это вот ружье. Соответственно, в интернете увидел то, что правительство Рязанской области проводит такую программу за вознаграждение, принимает бесхозное оружие. Ну и, соответственно, решил обратиться в лицензионную разрешительную систему. На добровольной основе можно сдать не только оружие, но также и боевые припасы, взрывчатые и взрывные устройства. Сумма вознаграждения будет зависеть от вида и количества оружия. К примеру, за автомат, полюбмет или гранатомет можно получить 10 тысяч рублей, за винтовку или карабин – 7 тысяч, а за пистолет или револьвер – 5 тысяч рублей. Граждане, незаконно храняющие у себя оружие, могут сдать его в Центр лицензионной разрешительной работы отдела Росгвардии по Рязанской области. В будние дни с 9 часов утра до 6 часов вечера, а также в дежурную часть МВД круглосуточно. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства и выносится, в случае, если добровольно человек принес это оружие, отказной материал. Заключение об отказе в возбуждении уголовного дела дается этому человеку. Он с паспортом, с квитанцией о том, что он оружие сдал и с этим, в копии этого заключения, обращается в Главное управление по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти. Заявление рассматривается в течение 14 дней. После этого выдается обещанное вознаграждение. Государственная программа правительства Рязанской области действует с 2015 года. В этом году на ее реализацию из бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Результаты внушительные. В прошлом году рязанцы сдали более 1000 единиц патронов и 3 единицы гладкоствольного оружия. А в 2016 году целых 59 единиц оружия и более 6000 единиц боеприпасов. В случае, если нарушитель все же не захочет сдать оружие добровольно, ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет по статье 222 Уголовного кодекса. Анна Малистова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».